приветствую снова на своем канале приобрел к своей приставочке rg35xxh некоторые аксессуары и решил посмотреть какие же есть прошивки под эту приставку какой они имеют функционал как запускаются как выглядят и так далее сразу скажу что мы здесь не будем сравнивать производительность каких-то консолей а здесь просто посмотрим что эти приставки чем они друг от друга отличаются что могут что не могут и так далее так поехали начнем со стока есть три вида это под 16 гигабайт под 64 и модифицированы под любой размер карточки который я собственно пользуюсь вот посмотрим на скорость запуска используем одну sd карту со всеми прошивками примерно 20 секунд она запускается что у нас тут есть менюшка для консолей от приставки вот менюшка ретро арча вот такие интересные пиктограмм очки но огорчило то что например не все консоли сюда можно запихнуть например zx spectrum у меня есть но здесь он не отобразился порадовал музыкальный плеер не знаю насколько удобно будет слушать но в целом функция видео плеер есть если вдруг в дороге кинчик закачать посмотреть в принципе отлично идет перемо . все как полагается отлично в общем порадовал читалка электронных книг я не закачал книжки но в целом читать почему бы нет стандартный проводник где можно перейти к файлам что-то поделать с этими файлами минимальные какие-то действия ну здесь различные приложения имеется у нас настройки в этой прошивке уже есть чуть чуть побольше он тут яркость экран появился русский язык что очень приятно показалось потому что в прошлых их не просто не было русского языка вот больше всего отпугнуло то что мне теперь zx spectrum мой например надо запускать вот тут ядро потом запускать контент как бы это конечно же неудобно вай фай bluetooth вай фай принципе подключается все окей выбор обоев не богатый но допускаю что можно куда-то что-то свое подкрутить выключаем и переходим к следующей прошивке мин у и это настройка на классическую прошивку ну честно говоря вообще ни о чем для меня то есть это для тех запускается быстро но минимальный набор просто консолей меню вообще никаких настроек но для тех кто любит стандартные приставки и хочет скорости в принципе идеальный вариант но не моё конечно я люблю собирать коллекции структурировать что все красиво было превьюшечки видео шички коллекции игр консоли и так далее ну здесь вот прям вот просто минимум такой вот у нас выключили да ну то есть теорик горит спящий режим такой но и выключаем следующий у нас на очереди это вот рабочий стол xfce к сожалению на свежей прошивки он не заработал поэтому пришлось скачать старую прошивку без русского языка в которой он уже был встроен этот рабочий стол принципе забавная штука но такой полноценный linux да то есть мы можем здесь все вот как мышки вести по идее подключаемся к вайфаю до мышку подключаем клавиатуру все это я пробовал все работает через такой через переходничок можно медиаплеер запускать браузер запустить как полноценный микро компьютер не знаю насколько это удобно будет использовать но почему бы и нет вот но минус только то что старая прошивка потому что новый повторюсь у меня не запустился xfce отдельный его поставил и он меня как бы проинсталлировался но не запустился поэтому не вижу смысла использовать старую прошивку с этим рабочим столом под это дело я нашел более приятную штуку называется ретро арена вот которая сразу запускает этот рабочий стол то есть здесь нету самой прошивки вот этой игровой ангельников sky а просто запускается стол и приятно что сразу есть вайфайчик то есть я сразу подключилась к вайфаю и по сути сейчас вот протестируем запустим например браузер вот и чего-нибудь попробуем там открыть то есть вайфай у меня подключен да вот запустился не знаю попробуем youtube открыть конечно скорость оставляет желать лучшего в целом запускается почему нет немножко ускорить видео ну да идет видео вполне себе такой микропланшет он интересная идея чисто прошивочку иметь вот такую рабочего стола считаю оставлю себе дальше у нас идет на очереди ну а с с отличается своей минималистичностью но самое главное что в ней уже мне в принципе нравится дизайн такой очень простой все просто самое главное что консоль кем и можно запихивать в любые папки с любым названием это мне понравилось тоже можно настроить превьюшки здесь они кривовато ну просто я их не настраивал в принципе это все возможно тоже здесь есть файловый менеджер не понравилось что нет поиска игр это страну опять же это бета-версия да то есть мы должны понимать что здесь просто многие функции не реализованы нет этот немножко ретро арча что тут еще есть музыкальный плеер есть но самое главное здесь есть порт мастер так сейчас вам по порт мастер покажу то есть я в принципе подключил вай фай да кстати bluetooth а здесь нет принципе не реализован ну в этой бета-версии пока не успели решать но порт мастер все как бы запускается все там можно проинсталлировать вот так выглядит порт мастер ну здесь какие-то стандартные игры такие инди-игр скажем так а так в принципе здесь я пробовал люди выкладывают там half-life запускал чпдл свеженький но если с него там надо скачать как-то ну есть группу в телеге где можно все это скачать попробовать есть списки игр которые идут которые не идут half-life 2 gta 3 в асити все вроде как люди здесь описывались что запускали различные опции порт мастера опять же как и в случае со стоковой прошивкой вот что мне не понравилось что мы некоторых консолей здесь просто нет соответственно моего любимого zx спектром а он здесь в принципе не пошел не через меню ретр арчи его не запустил вот не так вот вам папка есть а игры не запускаются если настолько вы и они запускались мы просто там через обходные пути то здесь это в принципе не заработала вот конечно меня немножечко расстроило вот я запустил парт инсталированную через спорт мастер игрушечку идет запускается все хорошо целом прошивка понравился своим минимализмом вот скорость работы довольно таки быстро запускается быстро выключается на и спящего режима здесь нет кстати вот этой версии то есть если мы нажмем на кнопку питания то ничего просто не происходит что тоже конечно но опять же это бета-версии поэтому я думаю когда выйдет релиз там эти все мелчи уберут возможно темки тут тоже менять ну то есть превьюшки здесь тоже можно выбирать вот есть такой достаточно обширный список тем в виде north of commander что же пойдем дальше к следующей прошивке а следующий у нас на очереди бата сера до бата сяре сразу минус есть эти пользы две карты очень долго запускаются там не до двух минут прошли ну как видите с одной карты в принципе запустилась быстро ну довольно таки быстро что мне здесь нравится это очень крутые темы визуализация просто на высоте можно делать свои подборки игр предустановленные там бэтмен спайдермен либо вообще свои там вызвать добавлять хорошая визуализация то есть видим как все настроено до превьюшки плюс даже видео можно видео превьюшки тоже сюда понять что занимает место на карте но это прям вообще круто сразу появляется представление об игре вот бата сера это ветка но скорее всего она уже не выйдет в релизе потому что откололась там форк бата сера теперь называется к нулю мы его тоже посмотрим но вот бата сера просто максимальная вот это бета-версия 40 меня стоит она вот максимально допилена как-то более-менее вот очень понравилось что здесь есть возможность скрапить обложки то есть мы просто вводим данные скрапера и качаем для нужных систем превьюшки это очень удобно хотя и не быстро сразу скажу ну мне конечно бата сера привычней она мне нравится плюс нравится плюсом в онлайне можно сразу закачивать темки также здесь есть файловый менеджер в принципе он классического вида то есть мы его уже ранее видели на всех остальных на стоковой прошивке вот накнули такой же спящий режим до минус еще бата серый укнули то что во время выключения приставки сжирается все равно аккумулятор это конечно пока печально то есть реально ты можешь выключить приставку включить ее через месяц она полная севшие соответственно в дорогу ты как бы поедешь и надо всегда следить за зарядом приставки ну попробуем альфа версию напомню это альфа версия приставки вот тоже здесь большой выбор тем но она конечно пока сыроват потому что здесь ну заметил там от менюшки какие-то визуально выглядит и много не допилена но по крайней мере вай-фай подключается что мне здесь понравилось именно вкнули понравился во первых энтузиастами сюда до пилили во первых здесь можно тоже как и мо в май с поставить порт мастер и он работает во вторых java y кстати на стоке тоже и java тоже можно настроить там через какие-то костыли но тем не менее они там работают вот и здесь вот а здесь вообще все просто не надо никаких костылей там закинул папочку скачал определенный из репозитория образ 0 и java и все работает с коробкой вот вот мастер продемонстрирую вам он тоже также работает все инсталляться игрушки запускаются вот то есть 0 и в этом плане вообще получается идеал то есть во первых все консольки видны и да то есть ну те же слова ты там пика запек спектру ну какие-то редкие какие-то арду бой тот же вот вектор потому что на стоке он тоже не появился вектор сам мне нравится у него играть забавная консоль вот ну вот именно накнули тут скрапер который закачивает обложки он что-то тут не доделаны что не знаю но темки можно покачать темки онлайн прям можно покачать что неплохо прикладываю под этим видео ссылку на форум где можно найти все эти прошивки инструкцию по их установке настройка а также ссылку на таблицу где я сравниваю все эти прошивки всего доброго пока пока